приветствую всех с вами аиса после моего долгого долгого очень долгого отсутствия на канале я возвращаюсь к нему и с большим удовольствием я наконец-то продолжу то на чем я собственно и закончил а я пытался начать прохождение 1 сайлент хилла но потом отошел я что-то от этой идеи но сейчас я намерен серьезно пройти вместе с вами самый первый сайлент хилл давайте посмотрим настройки так управление я предпочитаю тип 2 так это пусть все останется так как есть тут пока нам недоступно много несколько функций недоступно потому что сохранений собственно говоря не было да вот ну что ж давайте начинать новую игру да и играю я европейскую версию версию игры европейского региона но это единственная версия которая была переведена субтитрами фанатами собственно говоря из консол геймс внизу их они оставили свои отметки до игра 1999 года выпущена канами и надо сказать надо признать это эта игра это настоящий хоррор для меня сайлент хилл это мое глубокое детство когда еще меня была sony playstation я еще был совсем ребенком ух как я до мурашек просто я бы я боялся играть в эту игру признаюсь вам честно мне было очень страшно столько психики было потрачено на эту игру но это все в прошлом оси а сейчас я уже можно сказать уже уже в какой раз я возвращаюсь к этой шикарной игре и сейчас я хочу ее вместе с вами пройти так давайте начинать новую игру да скажу что я играю на эмуляторе ксебра от 11 июля 2017 года кажется версия эмулятора если кому нужно на официальном сайте она есть эта версия я предпочитаю просто этот эмулятор он наиболее приближен к реальной консоль консоли sony playstation и я буду играть на нем ну что ж новая игра да нас нам предлагают три уровня сложности легко норма или сложно но я предпочту взять сразу сложный уровень сыграем так сказать на харде я эту игру прекрасно знаю вдоль и поперек все оббегал что уж там скрывать но прохождение будет сюжетная я постараюсь каждую надпись не упускать ну и как все детали собственно говоря хотя сражаться со всеми я не буду так как у меня будет выживание на первых порах будет нехватка патронов поэтому буду стараться экономить как-то оббегать некоторых врагов так ну что ж начинаем уровень сложности хард поехали какой-то мужик вышел из машины видно машина попала в аварию и он вышел на улицу идем шерил где же ты странно тихо здесь слишком тихо смахивать на город призрак шерил я буду стараться озвучивать некоторые субтитры которые ну собственно говоря не озвучены а те что озвучены а озвучка у меня здесь что ни на есть оригинальная на английском языке я буду в эти моменты молчать так давайте посмотрим у меня нет карты этого места а что у тебя вообще есть вещи ни одной вещи у нас нету да обратите внимание у нас ну ну инвентарь инвентарь фиолетовым выделен это означает только то что мы играем на сложности хард на других уровнях сложности он цвет вот и вот этих вот полосок он меняется так карты у нас нету статус у нас хороший статус здоровье у нас в норме так но это опции собственно говоря тут нам делать нечего что мы можем мы можем вот так вот ходить потихонечку пешком как лара крофф том прейдере влево вправо переперепередвигаться что мы еще можем ему можем вращать камеру осматриваться мы можем мы можем зажав клавишу бега и шаг влево шаг вправо мы можем вот так вот перебегать влево вправо так ну что ж давайте сбегаем сюда посмотрим что у нас здесь вообще такое творится куда мы вообще попали хочется нам нам знать всем куда мы попали непонятно так вот наша машина судя по всему на которой мы приехали моя машина разбита разбита в смятку вряд ли она заведется где шерил ради бога пусть с ней все будет хорошо да больше никаких мыслей не возникает у этого мужика за которого которым я сейчас управляю пока мы не знаем кто он такой и вообще откуда он ищет какую-то шерил так что у нас здесь улица перегоражена провалом боюсь из-за этой пропасти я не смогу покинуть город да приплыли ну что ж давайте взбегаем в другое место у нас нет ни карты ничего тут у нас все то же самое да провал и мы не можем пройти тут вот у нас есть указатель что это за улица вообще бахман роут так давайте пробежимся по этой по этой стороне тут у нас эти какие-то двери так мы куда-то мы куда-то мы прибежали да это у нас что это у нас такое не 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 получится нам сейчас сюда зайти в этот магазин даже если очень постараться что шаги сп шеррилл это шеррилл где ты идешь а шеррилл ты идешь кажется встретили ту самую шерил которую этот мужик ищет и он не хочет идти в ту сторону он думает что он должен идти за ней так а если попробовать сюда пробежаться опять все внимание на девочку да и нам ничего не остается как идти собственно говоря за убегающей девочкой преследовать ее ну что ж давайте тогда бежать за ней больше нам ничего не остается бежим так она куда-то сюда ушла до я должен идти за ней да мы уже не можем вернуться что у нас здесь господи иисусе что это да мясо какая-то чертовщина здесь происходит так ну что ж бежим дальше на себя так что здесь у нас бочки какие-то стоят так и тут еще еще одна бочка стоит еще одна калитка если попробовать вернуться можем вернуться но что-то поменялось обратите внимание ракурс совсем другой уже стал сложно что-то разглядеть тупик какого черта да мы не можем вернуться какого-то черта какого-то черта у нас здесь тупик ну что ж странно становится темно думаю это лучше чем совсем ничего да мы зажгли спичку давайте еще раз попробуем выйти да и ничего не изменилось и нам предлагают идти только вперед назад пути нету ну что ж идем вперед сломанное инвалидное кресло что она здесь делает тут еще какая-то . трубы какие-то что это так тут какие-то ворота судя по всему они заперты мы идем дальше так тут еще какие-то ворота тоже они не не хотят открываться ну что ж бежим дальше тогда ух сколько крови здесь так и что у нас здесь так и на нас идут идут какие-то твари отпусти гад отпусти бежим отсюда нахрен делаем ноги откуда здесь забор я что в ловушке хрень какая-то отпусти гад дай пройти да давайте взглянем у нас уже плохое здоровье все закрыто ничего не хочет открываться так они идут что это что здесь произошло все кажется мы умерли где-то Как ты чувствуешь? Как ты чувствуешь? Ох, как я был укреплен через машину. Но я хорошо, я думаю. Смешно слышать. Ты из вокруг здесь? Скажи мне, что произошло. Смешно, я просто турист. Я пришел сюда для отдыха. Я просто пришел сюда. Я не знаю, что произошло. Я хочу узнать себя. Угу. Ты видишь маленькая девочка? Я просто седьмая месяц. Много, маленький, черный, черный. Моя дочь. Извините. Единственная женщина я видела в этой городе, ты. Где все? Я тебе скажу, если я знал, верю мне. Но из того, что я могу сказать, что-то bizarre происходит. Это все, что я знаю. Ага. Ага. Какой dinosaur хранится? Харри. Харри Масон. Сибилл Беннетт. Продолжение следует... 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 давайте отформатируем и сохранимся да мы в кафе дата 1 даже время указывается мы находимся в кафе так что у нас здесь есть лечебная настойка это фонарик отлично у нас теперь есть и фонарик а вот это у нас карта старого сайлент хилла возьмем карту старого сайлент хилла так и там у нас кто-то на заднем на заднем плане кто-то у нас там пролетел кто бы это мог быть так давайте посмотрим лечебная настойка витаминная настойка немного восстанавливает мое подорванное здоровье отлично будем знать чем лечиться случае чего кухонный нож толку от него немного но это лучше чем ничего сразу скажу этим кухонным ножом я вряд ли буду пользоваться потому что оружие вообще бестолковая а я не такой маньяк чтобы пользоваться этим ножом ну иди сюда где ты там сволочь нет давайте уберем этот ножик фонарик включается выключается одним нажатием кнопки можно носить в нагрудном кармане так сейчас он выключен видимо нет пока никакого смысла его включать все и так хорошо видно нам так давайте все таки возьмем в руки пистолет вот этот так радио сломано телевизор не включается ну что ж да давайте выходить будем из этого кафе что за хрень такая здесь есть и более ценные для меня вещи чем это сломанное радио мне нужно убить эту тварь у меня есть занятие поважнее ах ты сволочь ты сволочь иди сюда да вот я вам и показал давайте посмотрим сколько здоровья у нас сняла эта тварь ого до критического уже меня она довела ну да это я можно сказать я хотел просто показать вам разные надписи во время этой битвы потому что эта тварь она как босс ее можно считать потому что убежать от нее просто нельзя давайте подлечимся так так у нас будет оранжевое состояние ну такое подлечимся до зеленого я убрал из рук пистолет так теперь попробуем выйти радио может мне пригодится возьму-ка я его с собой вот так вот он у нас думает гарри надо взять это чертова радио так надо кое-что проверить у меня автоприцел вообще включен или не включен а он у меня не включен вот в чем дело давайте я его включу пожалуй так берем это радио карманное радио давайте его посмотрим карманное радио включено транзисторный радиоприемник издает шум если поблизости есть монстры да это нам безусловно пригодится ну что ж давайте сохранимся и пошли отсюда выходим из этого кафе куда могла пойти шерил сдается мне надо еще раз посетить тот переулок да и нам тут на карте отмечают то самое место так а тут у нас лежат патрончики драгоценные патрончики пик к нашему пистолету боеприпасы к пистолету до 30 патронов 15 плюс 24 мы взяли так ну что ж они говорят нам надо посетить еще раз то место давайте взглянем на карту улица бахмана так нам нужно на улицу финея выйти сейчас давайте правда сбегаем бежим от этой твари не вступаем с ней схватку от этих тварей я буду бегать постоянно сражаться с ними вообще я не желаю а вот тут у нас собаки так давайте отдышимся вот сейчас я возьму пожалуй в руки пистолет тут у нас еще одна собака судя по по нашему радио которые у нас издают шум можно догадаться что тут у нас кто-то кто-то у нас тут есть а ну лежать сина так топчем ее ногой да и мы очутились в том действительно в том самом же месте надо сказать сюда вообще не обязательно идти для прохождения игры но тут есть да и мы видим две пачки патронов к пистолету давайте их заберем это очень ценно так и что то у нас здесь есть еще что это у нас такое в школу да и записка гласит что нам нужно идти в школу вот тут у нас есть где-то в школу давайте посмотрим на карту медвическая начальная школа мы взяли стальную трубу это оружие помощнее чем нож будет но все равно метровая стальная труба не завидую тем кто попадает под ее удар да уж хотя в некоторых ситуациях когда закончатся патроны пистолету труба очень даже может и выручить меня так что у нас здесь обложка альбома этот рисунок это я это первый рисунок в альбоме я подарил его на день рождения когда ей исполнилось пять лет так что у нас здесь здесь у нас судя по всему дальше тупик ну да еще раз на всякий случай осмотрим нет давайте уберем эту стальную трубу из рук а хотя давайте попробуем нас от на собачки испытать ее ах ты нет пошла труба ты куда подальше не хочу я спусти сейчас все здоровье себе поэтому делаем ноги отвали от меня птеродактиль птеродактиля кусок да здоровье заканчивается ну что не очень хорошо я на начал надо быстро надо сразу признать так откуда мы начнем вообще все это исследовать что у нас тут есть улица фенея есть улица левина так ну давайте начнем с улицы фенея вот тут нас машина какая-то давайте пробежимся сна сначала по этой стороне до конца отвали нам нужно осмотреть каждый уголок в поисках чего нибудь полезного и тут у нас кто бы мог подумать тут у нас провал до дороги нету откусили дорогу или просто еще не не бы не построили так ну давайте также бежать по этой стороне улицы фенея только в другую сторону вообще думаю сбегать на сначала до конца по этой улице чтобы все посмотреть что у нас здесь вообще есть так бежим 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 собака отвали от меня тут у нас какие-то домики и собаки бежим от них бежим до конца не обращаем на них внимание отвали так тут у нас какой-то мост еще один еще один провал у нас здесь да еще один провал давайте взглянем на карту да вот и зак и закончилась улица фенея с двух с двух сторон она просто обрезана так тут у нас есть полицейская машина и в багажнике лежит ключ льва патроны к пистолету и все больше тут у нас ничегошеньки нету так так теперь давайте по этой стороне до конца добежим по улице фенея чтобы все осматривать да кстати давайте взглянем что мы за ключ такой взяли ключ льва ключ от задней двери дома найден в багажнике полицейской машины можем осмотреть его вот он как у нас выглядит так записка в школу почерком шерил на этом леске написано в школу да та самая записка так и давайте теперь по этой стороночке бежать может мы что-нибудь обнаружим так здесь здесь у нас какие-то дороги есть так в тифтеродактиле я слышу хочет меня преследовать гад так сейчас мы собственно уже добежим до того развала да ничего тут такого а нет еще даже не сейчас да вот это тот самый развал дороги так все улицу фенея мы осмотрели ну давайте теперь осмотрим улицу большая улица у нас улица бахмана давайте выйдем на эту улицу и будем ее осматривать изучать так где она у нас отвали вот у нас улица бахмана давайте по этой стороночке пробежимся что у нас здесь есть перегородка какая-то стоит черт еще один птеродактиль а вот наша машина да моя машина разбита в смятку вряд ли она заведется где шерил ради бога пусть с ней все будет хорошо да и тут у нас есть лечебная настойка в машине давайте подлечимся а то здоровье как-то не очень хорошее у нас да и тут у нас тот самый да рухнувший мост перегородил улицу этим путем мне из города не выбраться отвалите от меня отвалите отвалите сказал так давайте по этой стороне пробежимся верный способ это бегать от них змейкой от этих птеродактиль так и тут у нас есть магазин заходим в этот магазинчик кстати как он называется супермаркет так ну не вижу я к сожалению как он называется ну ладно так что у нас здесь есть лечебная настойка замечательно так еще лечебная настойка еще одна три лечебные настойки плюс аптечка мы мы еще аптечку взяли давайте посмотрим аптечка с ее помощью можно залечить полученные раны это куда более действенно чем настойки да замечательно так и тут у нас какая-то дверь но никакой реакции угарь на нее нету так а здесь мы можем просто взять и сохраниться давайте так и сделаем магазин так тут у нас ничего нету кассовые аппараты ну ладно выходим из магазина так куда мы направимся дальше улица бахмана улица бахмана да давайте ее продолжим исследовать давайте по этой стороне еще раз пробежимся здесь у нас ничегошеньки нету да это мы до нашего кафе прибежали откуда мы начинали собственно говоря так бежим дальше тут у нас есть лечебная настоечка и и птеродактиля кусок бежим от него дальше по улице бахмана но и тут у нас дороги нету тоже откусили гады так перебегаем на эту сторону давайте по этой стороне пробежимся тут у нас какой-то забор вообще не по непонятно что у нас здесь непонятно так где мы сейчас находимся то а мы опять на финное вышли да все улицу бахмана мы исследовали ну что ж давайте на элроя что ли сбегом или нет или нет тут у нас есть переулочек такой без без названия так сказать давайте в него заглянем посмотрим вот этот переулочек он как-то называется но я не вижу вот его название вам как ну ладно не суть важно в принципе так бежим мы по этому переулочку тут у нас мусорные баки так а тут у нас какая-то калитка мы можем сюда зайти отлично здесь есть настоечка здесь есть у нас ключ дровосека и голова собаки да похоже она была за место баскетбольного мяча здесь ее бросали видимо в корзину вот извращенцы да так все давайте осмотрим ключ дровосека ключ от задней двери дома найден на баскетбольной площадке вот ключ дровосека и выходим отсюда так идем дальше идем бежим осматриваемся бежим 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 отсюда так где мы сейчас на карте а мы на улицу мать сена вышли мы вышли на улицу мать сена там у нас есть еще какой-то короткий переулочек вот оно и тут у нас есть две пачечки патронов к пистолету давайте их заберем и начнем исследовать улицу мать сена пробежимся по этой стороне сперва так мы вышли на улицу кажется мы вышли на улицу элроя хорошо так здесь у нас уже дорогу от откусили здесь мы не можем пройти так что у нас здесь а здесь у нас есть ключик еще один ключ ключ страшилы берем его и тут у нас есть еще настойка берем на стойку валим отсюда валим 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 так ну что я предлагаю что я собственно говоря предлагаю давайте добежим до конца по улице элроя чтобы ее сразу отбросить что у нас здесь такое вообще есть какие-то домики так еще где-то я слышу птеродактиля так это я вышел на улицу фенея опять нет давайте вернемся на элроя по этой стороне еще пробежимся так отвали от меня так тут у нас забор судя по всему тут у нас ничего такого интересного нету тут у нас стоят машины давайте взглянем на карту можно сказать улицу элроя мы тоже осмотрели так тогда возвращаемся на улицу матисона по этой стороне я еще не пробегал вот да нельзя парковаться здесь так отсюда я кажется уже выходил из этого переулка да да то точно точно так мы бежим по улице матисона тогда так так отвали от меня да вот тот самый забор ух ты здесь у нас нет ничего такого особого тут у нас какая-то лавочка лавочка еще один птеродактиль убегаем от него так и мы выходим на какую-то другую улицу на улицу левина да но что нас она пока не очень интересует хотя 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 почему не интересует давайте возьмем пожалуй в руки пистолет у нас 97 патронов уже и посмотрим что у нас на улице левина есть собака валим собаку вон еще одна лежать я сказал получай сволочь закрыто да тут у нас дверь закрыта так тут у нас собачья будка смахивает на собачу кунру но я не совсем уверен собаки здесь нет ничего особенного так это у нас улица левина давайте до конца сбегаем осмотрим ее повнимательнее и тем самым мы вышли на улицу финея да давайте с другой стороны по левину по улице левина пробежимся может что то здесь есть и вернемся на улицу матисона пожалуй так я слышу чертова птеродактиля так вот мы вернулись к улице матисона давайте до конца матисона мы все таки добежим потому что здесь у нас тоже дороги нету да но здесь у нас есть какая-то записка что за записка конура улица левина да это та самая конура в которую мы уже осматривали и на первый взгляд нам казалось что там ничего особенного нету так улица левина еще продолжается между прочим здесь она давайте по этой стороне пробежимся собака отвали тут у нас тоже дороги нету а вот тут у нас есть лечебная настойка берем ее и валим так по этой стороне не буду я всех этих собак расстреливать нужно экономить боезапас так все ли мы осмотрели где мы с вами не были а стоять по улице матисона мы не забегали кое-куда давайте пробежимся по этой стороне улицы матисона тут у нас есть такой переулочек у нас тут есть тут у нас есть аптечка берем быстро аптечку и валим от трех собак этих злых так ну и добежим дальше по матисона может быть что то еще но кажется мы вышли на улицу бахмана да кажется все мы уже с вами тут пробегали тогда идем к той самой конуре на улице левина которая потому что других больше никаких вариантов просто нет отвалипти родактиль давайте уберем из рук а я кажется не осматривал ключ страшилы да ключ от задней двери дома найден в почтовом ящике другого дома отрезанного провалом записка конура почерком шерил на этих листочках написано конура и улица левина да да та самая записка уберу я пожалуй пока из рук пистолет отвали отвали от меня да мы возвращаемся на улицу левина в той той самой конуре так вот теперь гарри догадался заглянуть туда и тут у нас висит ключ от дома да он спрятан в собачьей конуре конечно же мы его возьмем и больше ничего особенного нет давайте посмотрим на этот ключ ключ от дома ключ от входной двери найден в собачьей конуре а вот и входная дверь используем ключ и заходим заходим в домик тут у нас есть аптечка отлично берем аптечку цветок в горшке здесь у нас есть дверь она закрыта при первом прохождении а скорее всего она у меня будет не первое ну что я говорю скорее всего не одно прохождение по первому саленхилу у меня будет и с первого прохождения эту дверь ну никак нельзя просто открыть и она открывается при последующих прохождениях так это телевизор он не работает должно быть нет электричества да блин а что у вас есть ничего особенного тут какой-то стол так я вижу патроны еще одну пачку пистолетных патронов давайте ее возьмем так чайник кажется еще одна пачка ничего полезного а вот пачка пистолетных патронов ничего полезного так ну это что-то типа кухни так лечебная настойка холодильник пуст холодильник пуст так а тут у нас что что-то висит на на этой карте на стене что-то написано я скопировал надпись на свою карту так так ну давайте посмотрим что мы скопировали а мы скопировали то самое вот там у нас стрелочка появилась на улице на улице элроя он обвел место и тот самый переулок с баскетбольной площадкой это место нахождения тех самых ключей если бы я ну изначально я бы пошел бы по направлению к этому дому не взяв еще ключи мы бы могли бы получить подсказки где эти ключи спрятаны так давайте сохранимся дом с конурой тут у нас какая-то дверь и использовал ключ льва использовал ключ дровосека использовал ключ страшилы отлично теперь открыто ну что ж выходим что это снова наступает тьма что происходит да и вдруг откуда ни возьмись наступила ночь тут у нас есть лечебная настойка еще одна но кстати говоря мы можем выйти обратно в дом вот сюда вот сюда тут у нас тоже теперь стало темно и кстати говоря кстати говоря для тех ну мало ли кто не знал вот можно выйти даже сюда и побегать здесь по ночному городу что для для тех кто только сейчас это вдруг узнал можно было бы даже и не собирать никакие предметики там патроны аптечки просто взять и в ночном вот в таком вот виде побегать и пособирать но я уже к счастью все собрал поэтому мне здесь делать нечего я иду только вперед я иду вперед вот так выходим за эту калитку давайте посмотрим карту что нам говорит карта да мы куда-то попали у нас дорога либо налево либо направо давайте направо сначала сбегаем по этой стороне может быть даже опять птеродактиль да но уже довольно таки страшно стало потому что слишком темно а мы бегаем с фонариком ну кто мы я имею ввиду гарри мэйсона конечно так тут у нас очередной развал дороги а это с другой стороны мы на улице финея оказались да так что у нас есть здесь собаки 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 отвалите от меня отвали собака да отвали ты да отвали ты да отвали ты от меня безобразие какое-то нет нет я вам этого просто так не прощу сейчас вот возьму вас и застрелю к черту и и и и и и и взбесили они меня просто были я хотел все внимательно осмотреть но нет надо было четыре раза на меня запрыгнуть но к счастью с собаки не так много здоровья снимают как вот например птеродактиль терпеть птеродактиль и поопаснее будут чем эти собаки но все равно неприятно так пока уберу я пожалуй из рук пистолет да и мы вышли на улицу мидвич дел у нас в конце находится та самая школа та самая школа ну что ж давайте тогда а что у нас здесь а у нас здесь улица фенея да здесь я кажется еще не про не пробежал чуть-чуть тут буквально ну все тут больше ничего нет отвали от меня птица сраная так ну все давайте бежать по улице мидвич мы будем что у нас здесь есть что это такое куча птеродактилей да еще один развал дороги отбали от меня так спилились мы просто в стену птеродактиль и нас преследуют улетает сюда к черту так что у нас здесь бежим дальше резервуар посторонним вход воспрещен закрыто сюда нам рановато судя по всему бежим дальше бежим мы дальше сейчас уже прибежим к той самой школе вот мидвичевская начальная школа бежим дальше собака тут у нас все дорога дорога заканчивается ах ты сволочь еще и собака блин отвали собака вонючая так хочется посмотреть на карту куда меня занесло улица брэдбери давайте по ней быстренько мы пробежимся посмотрим может быть что то есть но опять дорог дорога тут до дорогу откусили так а тут у нас что какой-то переулочек давайте забежим в него посмотрим дверь гаража вымазана кровью к гордон надпись гласит тут у нас тупик да здесь у нас тупик а тут у нас камера показывает что тут что то есть давайте попробуем зайти сюда тут у нас какой-то столик стоит и какая-то дверь в дом закрыто да нам не сюда сюда нам рановато пожалуй ну что ж выходим отсюда тогда возвращаемся на улицу мидвич наверное отвали сказал тебе тварь ты непонятная да вернемся сейчас на улицу мидвич тут какая-то лавочка у нас что у нас по этой стороне есть непонятно что какие-то домики тоже собаки наверно тиродактиль и домики бежим 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 так поворачиваем направо что у нас здесь какие-то магазинчики опять нет дороги отвали собака отвали сказал так я вот думаю может быть и пострелять стоит этих собачек ах ты сука тварь ладно хрен с тобой так я хочу забежать вот в этот переулочек здесь у нас есть сдается мне что-то у нас ценное есть патроны да пистолетные патроны безусловно они нам нужны так если мне не изменяет память что тут есть еще настоечка да вот она забираем ее быстро и бежим дальше вышли на какой-то еще мы переулок там еще собаки пошли нафиг так так мы сейчас вот тут еще собаки тут по-моему больше ничего нету хотя не факт так так давайте вернемся сделали мы так мы такой круг давай теперь по этой стороне по улице мидвич мы пробежимся вот этой вот и и если ничего здесь больше нет то отправимся в школу собака отвали ничего я тут не нахожу так бежим дальше еще собака отвали от меня так бежим дальше ну да тут однотипные такие домики но они бесполезные совершенно так где у нас школа где-то там но перед тем как зайти в школу у нас тут есть автобус детский автобус школьный зайдем мы в него пожалуй тут у нас есть две на две на стоечки лечебные они нам очень нужны тут мы можем кстати говоря сохраниться ну давайте сохранимся будет у нас здесь сделана запись мы в автобусе так что у нас из предметов появилось нет нет вроде больше ничего у нас не появилось так все идем в школу так собаки собаки так и забегаем в школу все фух закончилась эта зловещая улица и теперь у нас будет закрытая местность это школа Шерилл может быть здесь я должен хотя бы попытаться найти ее да это означает что мы не можем вернуться назад точка точка не возврата так тут у нас наверняка что-то на стене написано должно быть так тут у нас есть кажется карта карта она очень нам понадобится карта школы да мидовская начальная школа первый этаж отлично отлично тут у нас цветок так так давайте посмотрим на карту что у нас здесь есть это был вестибюль да давайте забежим в медпункт я просто не хочу в этой серии начинать осматривать достопримечательность этой школы ну разве что вот тут вот у нас есть настойка и аптечечка да если что если вы попали в школу бегите сразу в медпункт первым делом да и собственно говоря сохранялка давайте на второй слот я запишусь все мы мы очутились в школе и что у нас здесь будет происходить вы узнаете в следующей серии а сейчас я благодарю вас всех за внимание с вами был Каиса всем удачи и до скорых встреч пока пока